Памфилова заявила, что Навальный мимо выборов пролетает в марте 18-го, мол, закон есть закон, кандидат судим. Вот через 10 лет, в 2028-м, оппозиционер может смело баллотироваться куда захочет и даже пожелала ему удачи. Слушайте, уже смешно, когда российские чинуши о каком-то законе говорят. Они хотя бы смысл этого красивого слова понимают, а с другой стороны, подозреваю, что таким образом до всех, до нас донесли мысль о том, что стабильность в России задержится еще на одно десятилетие, и это уже не обсуждается. Ну что ж, сидим, спим дальше, продолжаем бойкотировать протесты и выборы всех уровней, и, конечно, надеяться на чудо. Ну прилетит же вдруг волшебник в голубом вертолете должен, Ванга обещала. Ладно, начинаем. Беда с выборами и на местах. На Урале, к примеру, лидеры системной оппозиции на днях бегали в резиденцию полпреда Халманских на жизнь жаловаться. Челом били, ногами топали, чуть не рыдали. А знаете почему? А дело в том, что на выборах в Екатеринбургскую гордуму, которые состоятся в сентябре, собираются отменить голосование по партийным спискам. То есть туда теперь только одномандатников планируют избирать, как когда-то. Убедил избирателя, проголосовали за тебя. Не убедил? Иди домой, симпатюля. Вот и всполошились местные политики. Как же так удивились ребята? Ведь нас знать никто в городе не знает. Да и компании предвыборные мы не умеем вести. Это ж надо чё-то там креативить, агитацией заниматься. С людьми встречаться и слушать их. А не дай бог кому-то чем-то помочь придётся. Деньги ж на это из избирательного фонда нужно будет тратить по-настоящему. Как? Мы к другому привыкли. Сидишь всю компанию, плюёшь в потолок. Покатал там ролик по местным каналам с речугой какого-нибудь жирика. И глядишь и пролез на этой хромой козе в Думу. А сейчас что делать мы не знаем. Поможи нам халманских. Но халманских был непреклонен и ответил что-то вроде мандаты. Мандаты ребята готовьтесь сдавать или учитесь становиться политиками. А это реальная журналистика сегодня. О светлом будущем и о демократии по-россиянски поехали. Ещё немного на Урале погостим. 20 часов обязательных работ и лишение значка в поддержку Навального. Такое решение один из районных судов уральской столицы вынес в отношении участника несанкционированной акции протеста 7 октября студента Киила Кухарева. Я не шучу сейчас. Это реальная история. Парня, повторюсь, приговорили к обязательным работам. А вот значок с надписью Навальный 2018 к исключительной мере наказания уничтожению. И только на его процессе судья разрешила вести видеосъёмку. Отправку в автозак студент заслужил российским триколором и значком Навальный 2018. То есть на этот митинг вы с ним уходили, надели значок и пошли? Я его всегда дошел. Знаете, мне вот интересно, какими кодексами и статьями руководствовалась вот эта вот замечательная женщина-судья, когда выносила решение о казни значка. Хотя она профессионал, ей виднее. И давайте этому человеку просто поаплодируем. Но мне всё-таки хочется обратиться к коллеге и суде Свердловской области. Господа, возможно ли напроситься на интервью к этой, без сомнения, талантливой юристке? Настоящих специалистов в любой профессии не так много. Так пусть страна знает своих стахановцев. А вообще российская политика уже давно стала неким жалким подобием цирка. Почему? Ну потому что в цирке хоть смешно и зрелищно, а вот политическая сцена у нас всё больше напоминает полуразвалившийся деревенский уличный сортир. Он вроде и нужен, но заходить туда небезопасно, а ещё выглядит убого, портит весь вид. Оттуда воняет, но без него, повторюсь, всё равно никуда, хотя ходят в этот сортир, тем не менее. Либо совсем отважные, либо совсем глупые и наспор. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах. Потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Вот зря смеётесь, ведь всегда нужно что-то обещать. И больше, чем твои конкуренты. То, как шла предвыборная кампания, и то, как мне удалось её выстроить, избавило меня от этой необходимости. Вводить в заблуждение огромные массы населения. Не думал, что такое скажу, но едва ли не впервые за много лет. Я на 100% согласен с нашим отцом-командиром. Выборы в России – это абсолютно бессовестное дело, теперь уже точно. А вот по поводу чего-то обещать, так у нас никто и не обещает ничего. Давно года так, с 2007-го, когда проходили последние более-менее настоящие избирательные кампании. Да и зачем утруждать себя сегодня написанием каких-то предвыборных программ, раздачей обещаний, пусть даже невыполнимых, кому это надо? Альтернативы на любых выборах всё равно никакой. Избирателю на происходящее наплевать, деградация налицо, поэтому и слышим мы последние 10 лет от политических партий и политических деятелей один, единственный, наиглупейший, на мой взгляд, лозунг «Мы с Путиным! Мы за Путина!» Мне, например, всегда хочется спросить, и я спрашиваю, ну это понятно, что вы за Путина, а на выборы-то зачем идёте? Помогать кому? Путину в чём? Во всём. Ну, то есть, бестолковое бление такое из разряда... Потому что гладиолус! Впрочем, пипл хавает, тогда что ещё надо? А если кто-то не хавает? Всегда же есть буква закона, и вот такие вот судьи, о чём выше сказал, которые любой значок к расстрелу, ой, к переплавке приговорить могут. Всегда есть джокер в рукаве, вроде Явлинского и Ксюши Собчак, свадьбы корпоратива недорого. Есть учителя, которые за 500 рублей с удовольствием продадут своих соотечественников, то есть помогут им сделать правильный выбор. Да в конце концов есть бабло, и голоса за это бабло запросто можно купить. Вот Крымский мост, например, строят. Стоимость проекта 250 миллиардов рублей. В Крыму живёт 2 миллиона человек, минус немощные дети и умалишённые. В общем, живых избирателей где-то миллион-миллион двести делим. Потраченные на мост деньги на число избирателей примерно 200 тысяч за голос получается. Недёшево согласен, но это большая политика. Крым должен показать, что за российскую стабильность проголосует почти единогласно. Я думаю, что самый главный вопрос, который мы начали себе задавать, а что будем делать после этого? Вот это, наверное, второй был такой серьёзный, не имевший ответа вопрос. Никто не понимал до конца, что нужно делать. Очень часто от людей, от самых простых людей на площадях и улицах наших городов слышал очень простые, но очень важные для меня слова. Мне говорили, мы вам верим, мы надеемся на вас, вы нас только не обманите. Ой, помните, как у классиках, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. А если серьёзно, ну согласитесь, господа, ведь всё то, о чём я вам сегодня рассказал, это не шоу и не концерт эпатажной группы «Ленинград» или комедийный спектакль «Квартета И». Это наша жизнь, мы живём в этом зоопарке. На дворе 21 век, а у нас машину может себе позволить купить лишь 20% населения, да и то многие в кредит. Единственный способ обзавестись собственным жильём для подавляющего большинства россиян дождаться, когда умрёт какая-нибудь бабушка. Во всём мире люди ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги и тратить их затем на получение удовольствия от жизни. Я сейчас про цивилизованный мир говорю, и только у нас человек работает, чтобы не протянуть ноги с голоду. На унитаз. В общем, зато за окном стабильности, это важнее остального. По телеку скоро начнётся сериал в жанре сопли и слюни, а в Сирии мы почти победили. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на неё прямо надо мной, отрезвляющих мультиков больше. Заходите, смотрите на канал, подписаться не забывайте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйтесь. Темы предлагайте, под ними мы обсудим. Ну а я за всем спешу откланяться. Всё, пока. Пока! Вкусно то, что я Армагеддон остановил, а? Какой Армагеддон? Конец света. А? В прямом смысле. В прямом смысле. Ты думаешь, кто-то сейчас на телевидении пляшут все? Причём все, весь мир, блядь, пляшут. Под мою дудку, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Максим, а что ты здесь? Судить меня будешь?